Всем привет! Я начинаю для вас новый блог. Блог будет уикенда. Сегодня пятница, суббота и воскресенье. Впереди нас ждет много чего интересного. Хочу печь новые печеньки с кокоса. Очень быстрый рецепт нашла на фейсбуке. Не знаю, получится ли, покажу. И плюс муж в воскресенье бегает в марафоны. Будем брать вас с собой. Посмотрим, что у нас получится. Всем доброе раннее утро. Утро субботы. Как я и говорила, у меня сегодня просто мега насыщенный день. Расписано все поминутно. Сейчас пол седьмого утра. Я уже накрасилась, выпила кофе. Иду печь кокосовые печеньки. Это новый рецепт с фейсбука. Там идет 100 грамм муки, 100 грамм сахара, 200 грамм кокоса, разрыхлитель и 2 яйца. Не знаю, что получится. Выпекать нужно всего 15 минут. Но тесто еще должно постоять в холодильнике. У нас сегодня в гостях будет моя подруга. Хочу спечь, попробовать. Надеюсь, печеньки получатся. Покажу вам сейчас процесс и уже потом сами печеньки. Пока мое тесто в холодильнике, я сбегала в огород. Нарезала вот таких вот красивенных роз. Три штучки у меня были уже такие, что хорошие в цвету. Если мы сегодня успеем, то выступает моя крестница Дашка. Она танцует. Хочу ей сделать такой подарок. Но плюс будет нужно уже пойти нарезать розы. Вообще в вазочку. Я вам много раз говорила, люблю в вазе цветы на кухне, чтобы какие-то стояли. И у нас целое лето цветут розы. И целое лето у меня вот такие огромные букеты дома на столе. Вот такая тарелка печенька у меня получилась. Я одно уже скушала. Супер кокосовый вкус. Я любитель кокоса. Мой любимый батончик Баунти. Если вы так любите кокос, как я, вам очень понравится. Действительно вкус кокоса. На кухне аромат такой выпечки с утра. Но я вам не могу передать, как это вкусно, как это приятно. Но потом вам еще расскажу, как печенька и когда остынут. Потому что пока еще они теплые. Я надеюсь, будут такими же мягкими. К чаю, кофе супер легкий рецепт. Рекомендую. Мы уже дома. Лизка возле меня спит. На концерт, к сожалению, моей крестницей мы не успели. Но там нужна была помощь. Мы успели все сделать. Пришли домой. Много-много чего купили. Некоторые продукты вам покажу. И главная покупка. Мы наконец-то купили автокрин. Вот так она выглядит. Завтра, послезавтра будем ее устанавливать в машину. Нам понравилась эта фирма Бамби. Мы имеем от нее еще стульчик. Покажу вам все интересного. У нас в магазинах Сильпо появилась вот такая лопаста. Я обожаю вот такие вот бантики. И вот эта марка бюджетная очень-очень вкусная. На рынке уже второй раз покупаем баварский шоколад. Недорого килограмм зерен. Но пахнет действительно вкусно кофе шоколадом. Такой рис еще не пробовала. Будем пробовать. Дальше новинка. Вот такой вот ванильный сахар. Другого просто не было. Мне нужен был подпекой-то домой. Вот такой вот разрыхлитель уже пробовала. Классный. Очень вкусная смесь от доктора Откары. Для того, чтобы делать такое что-то наподобие чизкейка. Запеканку с творога. Очень вкусно получается. Лизки Пакси взяли такую пюрешку. Обалденно вкусная штука. Вот этот брауни. Если увидите, берите. Получается безумно вкусно. И действительно получается. Мы вместе в каком-то блоге сделаем с вами. Я вам в прошлый раз обещала, но на этот раз 100% буду снимать. Это качественные золотские дрожжи. Еще бананчики. И на рынке взяла смесь вот таких вот конфеток желейных. Я вам говорила, моя подружка как раз едет к нам в гости. Но еще взяли муку, сахар, помидорки, огурцы. Это вам уже показывать не буду. Возле нас с Викой гуляем. Большая вся Вика. Вы пришли к нам здесь в лесок. Мы с вами здесь всегда гуляем. Очень тепло, хорошая погода. Очень классно так прогуляться. Уже вечер. Лежу без сил. Но еще нужно хочу сделать, потому что портится творог. Плавленый шоколадный сирог. Я вам говорила, что обалденно вкусно. По-моему, в предыдущем блоге я показывала рецепт. Там Алены Митрофановой. Мне им так понравилось, что просят еще. Я очень уставшая, потому что сегодня был просто мега насыщенный день. Я проснулась в 6 утра. Успела спечь печеньки. Успела вам смонтировать блог, выставить. Успела выставить заказ Фаберлик. Очень классный, большой, огромный у меня заказ. У нас сейчас такое выгодное предложение по регистрации. Если интересно, ссылочка на регистрацию Фаберлик внизу. Также успела сегодня съездить в Ужгород. Успели выбрать детское кресло, пить кучу продуктов. Зайти на концерт моей крестницы. Я все-таки там секунду побыла на этом концерте. Я видела, как она обалденно танцует. Далее, вы видели, там пару секунд поснимала. У меня была подружка. Тоже очень круто погуляли. У меня есть видео. Ну, короче, вообще супер насыщенный день. Еще успела немножко поубираться, постирать. Сегодня день прожит на максимум, я бы сказала так. Завтра продолжим в том же духе. Так что не переключайте. Еще вам хочу показать что-то интересное. Сегодня в магазине все по 2 гривны. Я купила Лиске вот такие книжечки. Первые такие вот стихи. Далее вот такую сказочку. Здесь обычная бумага, но очень бюджетно вот эти сказочки стоят. Будем сейчас с ней вместе читать. Достаточно хорошие картинки. Всего где-то 15 гривен. Немножко подороже вот такая вот книга. Лизонька, оставь, оставь. Она вот так выглядит. Здесь окошечки. Лизка обожает эти окошечки. Вот так внутри. И вот смотрите, открываем дверь. Там куры сидят. Открываем там клеточку, а там сидят кролики. Вот такая суперинтересная книга. Здесь 100 разных слов. И это очень классно. Лизке безумно понравилось. Но окошки достаточно такие хлюпенькие. Они поотрываются, конечно. Но картон хороший. Плюс есть много новых слов, которые можно учить. Видите, она просто обожает вот эти окошечка. Кто живет в Украине, в магазине все по 2 гривны. Можете посмотреть. Там появилась куча разных интересных книг. Возможно, не появились, всегда были. Просто я не обращала внимания. Моя подружка Вика подарила нам 2 обалденные книги. Первая – это Библия для маленьких. И здесь идут именно такие мини-рассказики. Мне они нравятся, потому что они интересные, как сказки. Видите? И картинки разные мы будем с Лизкой читать. И вторая, она уже такая побольше. Здесь более такие большие картинки. Такая интересная бумага. Но здесь именно тексты идут с Библии, но тоже рассказы. Эту книгу я пока оставлю попозже. А эту, я думаю, уже скоро начнем читать. Мы уже в Ужгороде. Вот там мой муж. Идем за пакетом. Там ему должны дать номер. Вот дедушка с Лизой гуляет. И будем готовиться к старту на марафон. Я вам говорила, что сегодня муж будет бегать полумарафон 23 километра. Мы с вами на старте. Сейчас едем с дедушкой и с Лизой на финиш. Наш папа уже побежал. Пока ждем папу, гуляем с Лизкой. Лизке очень нравится новые места и где-то гулять. Нюхай Квиточку. Нюхай. Мы пришли к финишу, приехали. Это в городе Парыче. 23 километра всего бега. Здесь классно, классно складываются аттракционы для деток. Лизка будет в Востоке. Вот она бегает с дедушкой. Ей все здесь нравится. Здесь вот такой красивенный парк. Мы сейчас будем готовиться фоткать нашего папу. Когда у вас лево запизняется почат на 3 секунды, то это уже сегодня, наш день города. Этого величина. Вот, Лизка любуется. Как бежалось? Жарко. Мы сели покушать. Прям вот из-за длино. Мы уже давали час того, что бегал вот такой вот баныш и взяли себе квасик. Все, понемногу собираемся. Все, уже будем ехать к нашей бабушке, дедушке, к маме, к моему мужу, к Косте. Вот здесь пока еще прогуляют по ярмарке. Я купила мало, мы еще будем идти к моей крестнице. Такие леденцы, которые только на ярмарках продают. Я их детстве обожала. Такая мини-ярмарка. Здесь еще была. Разные, разные кухни для деток. Мы уже с Лизкой у нас в поселке гуляем. Марафон прошел очень круто. Мужу очень понравилось, и нам понравилось на финише его ждать. Было круто смотреть на людей, которые первые финишируют. Ну и, конечно, я горжусь, что мой муж смог пробежать за отведенное время 23 километра. Все более подробнее уже завтра в следующем блоге. Всем спасибо за внимание, а всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok